Делегации из Ирана, Индии почтили память погибших в Великой Отечественной войне и в теракте в Подмосковье. На церемонии возложения цветов к Вечному огню и монументу Югра Многолейкая пришли участники кинофорума «Дух огня», который работает в эти дни в окруженной столице. Советник по культуре посольства Ирана в России Масуд Ахматванд выразил глубокое соболезнование в связи с терактом в Крокусе. В первые же минуты после получения ужасной новости президент Ирана направил телеграмму и выразил слова сочувствия и соболезнования россиянам. Также иранская сторона осудила акт терроризма. Хочу сказать, что мы с Россией боролись и сотрудничали в разных уголках мира против экстремизма и терроризма. И хочу сказать о том, что мы также почувствовали на себя акты в отношении нашей страны, наших граждан. Поэтому мы очень вас понимаем. И поэтому я желаю, чтобы никогда в России такие акты не совершались, чтобы российский народ никогда не чувствовал, если не видел таких вот крупных моментов, которые были. Иранский режиссер Бихрус Шуаиби также выразил соболезнование россиянам. Проявление героизма людей, которые защищают родину, схоже у россиян и иранцев. Хочу сказать о том, что у нас также такая же убеждение в нашей стране, она также похожа с вами. И для того, чтобы почтить память этих людей, показать их героизм, естественно, это то, что может вдохновить человека в создании фильмов. В Сургутском центре адаптивного спорта состоялся паралимпийский урок. Его посетили школьники и воспитанники спортивных учреждений города, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья. Участникам рассказали о паралимпийских играх, самых высоких достижениях спортсменов и существующих видах спорта для людей с ОВЗ. А главное, дети из первых уст услышали, как люди с инвалидностью стали известными во всем мире спортсменами. На уроке выступили пятикратный чемпион паралимпийских игр по плаванию Андрей Строкин, четырехкратный Алексей Шапатов, мастер спорта международного класса Замир Шкахов, призер чемпионата мира Дмитрий Душкин. Чемпионы рассказали, с какими сложностями им пришлось столкнуться на пути к успеху и, конечно, поделились эмоциями, которые получили на всемирных соревнованиях. Мы всегда говорим нашим ребятам, когда они выиграют паралимпийские игры, что это не главная их задача. Главная задача приехать домой, встречаться с детишками, чтобы как можно больше детишек с ограниченными возможностями здоровья стали заниматься спортом. Человек, который занимается спортом, во-первых, он целеустремлен, он всегда ставит перед собой планы, цели, идет к ним, добивается всего этого. И по жизни не только это здоровье, но это еще позволяет хорошо адаптироваться в обществе, находить друзей. Руководитель документального вещания «Арти» провела мастер-класс для югорчан. По словам автора международных проектов Екатерины Яковлевой, сегодняшняя документалистика переживает особый этап развития. В окружении непрекращающихся военных конфликтов журналисты все чаще становятся настоящими летописцами. И потому на авторов реалистичных кинокартин возложена особая ответственность. Свои тезисы Екатерина подкрепила кадрами уже готовой документальной работы «Военкоры-3». Он молится на языке Бога. Это реальная история военкора Саргона Хадая, который на протяжении всего фильма вспоминает слова молитвы на арамейском языке. Такое кино произвело впечатление на участников встречи. К мастер-классу присоединились не только режиссеры, которые уже имеют опыт работы в кино, но и начинающие документалисты. Для тех, кто интересуется режиссурой документального кино, «Арти» организовали международный фестиваль «Арти-Док. Время героев». Показы проводятся в 16 странах. Возможно, в скором времени фестиваль перейдет и в окружную столицу. Я очень надеюсь, что мы в Ханты-Мансийск приедем полноценным фестивалем, покажем вам лучшие фильмы с передовой. Обязательно будут премьеры, потому что у нас на каждом фестивале есть премьеры. Фильмы их очень много, и они делаются довольно быстро, поэтому мы премьеры всегда привозим. Так что ведем сейчас переговоры и очень надеемся, что будем у вас. Редактор субтитров А.Семкин